Сегодня мы официально открываем 15-й симпозиум о спонтанте генетической лекции и генетической терапии, посвященной памяти Раисе Моисановне Горчевне. Я хотел бы передать слово для приветствия Сергея Федоровича Багненко, ректору Нашилу Анастасии. Ровно 18 месяцев назад в это трудное время нас внезапно покинул Борис Владимирович Атанасий. Крупнейший бриллиант коронний звезд нашего университета. Я хочу попросить вас почтить память Борис Владимировича Савельевна. По инициативе Бориса Владимировича Анастасия в 2019 году ученый совет нашего университета единогласно принял решение о присвоении почетного звания доктора Нодриса Ауза линейшему он для гематолога Европы, основателю отдельного направления к лечению лимфогласных лекозов, профессору Гитлю Хорбский. Я хочу сказать, что действительно этой позиции 120-й день первые вручения были в 1900 году, через три года после основания нашего университета. И нужно сказать, что мы эту церемонию сохранили в том же виде. Мы, так сказать, участие в этих сниманиях принимают наши девушки, обучающиеся в одежде именно в конце XIX века. Поэтому вот эта церемония, на наш взгляд, должна оставаться исторически такой же, какой она была в то время. Огромная честь и гигантское удовольствие сегодня представлять, и ответственность, и, самое главное, представлять профессора Гитла Хорбского как почетного доктора нашего университета. Профессор Хорбский является основателем ликенирующей группы по изучению астрогласного лекоза в Германии. Был президентом Европейской гипотологической ассоциации. Является одним из лидеров изучения лекемии в европейской лекемии лекемии МЭД. Я могу сказать, что в России действительно с верхней руки Андрея Ивановича Воробьева эта фраза появилась и стала своеобразным паролем для гематологов. Когда ты входил в отделение и спрашивал, как лечить этого пациента с алкогласным гриппезом, ты очень часто слышал короткие ответы по Херксу. Профессор Херкса традиционный гость нашего симпозиума, и его лекции всегда были ключевыми, отправными лекциями, на которых мы определяли следующие наши какие-то этапы развития. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. I am really overwhelmed, I have to say it is an unbelievable honour for me, and in particular I received this honouring doctor title from the famous University of Pavlov. And when I was young in school, I had already the picture of the doctor of Pavlov. And when I started the research, I was working 60 years in Stanford, I found the book of Martimov and it impressed me very much that in 1908, he described the hematopoietic detector as a small lymphocytes. And now, 100 years later, we know that it is true. It is very touchy to be here, and I wish to thank all the friends among you. It is sad that Boris is not attending and cannot be here because he initiated everything. And finally, I thank you all, and we have to thank the patients where we do all our work and are devoted to that. Thank you very much.